на руках и прочая всякая ерунда, и все это потихоньку добавлялось, ты должен был наиграть там несколько часов, чтобы колл хоть примерно стал похож на крутого супергероя. Но только знаешь, все-таки разработчики немного слукавили, что они сказали, во второй части колл будет уметь все, что умел в конце первой. Да нифига подобного, у него убрали почти все способности стрельбы, то есть у него есть базовая стрельба молнии, есть шоковая волна, и у него даже галатный молот убрали, да, он умеет скользить, он умеет летать, и собственно это все, что он умеет в самом начале, то есть на самом деле не такой он крутой. Они убрали все самые скучные и ненужные миссии, которые были в первой части, и начинается сразу все с веселья, то есть сразу экшен, первый же кадр игры, ты с гигантским боссом сразу же сражаешься, фигачишь в него молниями, все ломается, все крушится. Но начало крутой, и все очень прикольно, потом ты попадаешь в новый город, начинается выполнение заданий, отличных заданий. А вот там уже как раз геймплей просто под кальку с первой части, то есть у нас есть Нью Маре, он разделен естественно на два района, которые разделены мостом, часть районов без электричества, у нас есть сайт квеста, который надо выполнять, чтобы в этих районах города больше не спаунились враги, То есть на самом деле Сакер Панч не стали что-то фундаментально менять. А зачем? Ну действительно зачем, если у них была хорошая первая часть, которая лично мне не надоедала это дело. Но самое главное, в первой части я, помнится, в своем обзоре говорил, да и сейчас говорю, что меня кардинально разочаровала система кармы. То есть там были совершенно дурацкие и такие довольно банальные принятия решения, то есть там сбросьте бочку с крыши или обезвредите и получите там эти, как его, черной гадостью в лицо. Да, да. Ну окей, попросите чувака отвернуть вентиль. Самое главное различие в том, что теперь у нас, если вы играете за зло, у вас одни миссии ключевые, но надо понимать, что только ключевые, там где у вас есть именно развилка. То есть как, вы приходите на начало миссии, там вас встречает Зик из первой части и появляются две новые девчонки. Это Никс, которая по сути символизирует плохого кола и Коа, который символизирует хорошего кола. Ко, ко. Ля. Ну так вот, и в определенных ключевых миссиях они естественно начинают там спорить, говорят, а делай как хочешь, короче. И вам решать, с кем вы будете выполнять эту миссию. Если вы будете выполнять миссию с Коа, вы получите одну миссию с каким-то своим результатом и своим прохождением. Если вы пойдете с Никс, вы получите другую миссию с другим результатом. Наверняка, результат-то он будет один по сути в глобальном сюжете. Ну вот, кроме раз, что консоль. Разными целями. Два разных саундтрека, потому что подразумевается, что вы будете проходить игру два раза и музыка вам надоест. Тут не надоедает. И, в общем-то, решения глобальные принимаются реально очень глобальные. То есть самое первое решение, которое вы принимаете в игре, это взорвать всю деревню и спалить там всех вместе с мирными жителями, всех бандитов. То есть раньше такого не было. А потом начинается уже, когда появляется Никс, она начинает вообще беспредел творить. Там полная. Да. А давайте разгоним этот трамвай, загруженный динамитом и всех нахрен взорвем. Нет, нет. Там же все погибнут. Хорошая диверсия. Да, нет. Там была еще дальше миссия, где мне понравилась повстанцы, которые вроде как за тебя. Никс предложила, что вместо того, чтобы их лечить и принести медикаментов, надо их, наоборот, еще больше разозлить, чтобы они нам помогли. То есть надо притвориться злодеями, пострелять в них из станкового пулемета. И после этого приходит Коу, как бы их всех спасает от самого себя. И ему начинает помогать. При этом, если ты за Коу выполняешь эту миссию, то тебе нужно сопровождать как раз скорую помощь с этими самыми медикаментами. Это совершенно другая миссия. То есть они различаются не просто потому, что в конце миссии вы получили черные фигни в лицо или не получили, а то, что совершенно разные миссии. Их интересно проходить и ту, и другую. И иногда решение даже не просто принимать, потому что я намеренно играл за плохого. Специально пытался принимать все плохие решения. И в некоторых не хотелось принимать это решение, потому что ты чувствуешь, что оно не по-глупому плохое, когда ты притворяешься картонным злодеем, а оно вот правда плохое. Итак, у нас графика. Ну, мы все помним первую часть, она, конечно, была интересной, но графически... Ух, ох уж эти люди, говорящие носами. Да там не только носами, там самый кошмар. Я вот недавно освежил память, включил первую часть, и когда я увидел, что в заставках нет никакого мошн-капчера вообще, то есть люди разговаривают, как на первой PlayStation в Resident Evil, вот так. И еще открывают рот, тоже без липсинка всякого, ну, кошмарно. И вторая часть на ее фоне смотрится просто великолепно. Я не знаю, к чему придраться, там все классно. Ну, все очень просто, на самом деле. Сакерпанч, сами говорили, мы теперь ориентируемся на Naughty Dogs и Ханчартер. Вот и сделали, по сути, почти Ханчартер. Ну да, согласен, графика близка к Ханчартеру. Классные модели, классные текстуры, гигантские. Гигантная анимация. Да, офигенная анимация, офигенный застав, кельцевая анимация, все круто. А потом ионный вихрь. А потом ионный вихрь. А теперь у нас про сюжет. На самом деле про сюжет мы уже почти все вам рассказали до этого. Я даже не знаю, что рассказывать. Первая часть закончилась на том, что нас предупреждает. Идет зверь, и он всем раздаст люлей на орехи. И вторая часть начинается с того, что он пришел и разъедет Коулу. Собственно, вся вторая часть посвящена тому, что Коул готовится к сражению. Он себя прокачивает. Естественно, его преследует все, что он натворил в первой части. Та же репутация его обвиняет, что это именно он уничтожил Эмпайр-Сити. Он страдает от того, что его девушка погибла. В общем, у него полный раздрободан в голове. И очень забавно то, что в первой части там же Зиг его предает. И всю половину второй части Коул ни в какую ему не доверяет. То есть он таскает его с собой, но он ему не верит. Ты что, мне не веришь? Ну, знаешь, после прошлого раза... Кто старое помянет, проехали. Вот это, конечно, как развиваются персонажи. Ну, окей, банально. Нет ничего такого сверхъестественного, сверхособенного. Но, по крайней мере, они такие довольно не картонные. Они хорошие, нормальные персонажи с эмоциями. Да, да, согласен. Вообще, сюжет второй части многим, наверное, шаблонен. Но очень хорошо поданы и за ним очень интересно смотреть. Что можно сказать про Infamous 2? Наверное, можно сказать, что тут все здорово. Я не знаю, кому он может не понравиться. Наверное, только тем, кто не любит open-world игры, не любит комиксы. Я не знаю, не любит лысых мужиков в главных героях. А я знаю, кому игра не понравится. Игра не понравится владельцам Xbox 360, потому что они с завистью будут смотреть и говорить, что все у Sony плохо. Нет, да, все у них плохо, плохая игра, у вас Infamous 2 плохая игра. И Gears of War не пойдет. И да, и на вашей консоли не пойдет Gears of War, и поэтому Xbox намного круче. Но по правде все офигенно, так что всем владельцам PlayStation 3 идти в магазин и покупать Infamous 2. Ну или хотя бы скачайте обязательно демоверсию и посмотрите, как там все здорово. Если вам, конечно, это не понравится, не идите в магазин. Я пошел сразу. Первый же день. Купил специальное здание. Не жалею.